Тюменский драматический театр В ежедневном режиме которого транслируются записи спектаклей прошлых периодов, это разножанровые спектакли, а также онлайн-интервью с актерами и творческими людьми. Тюменский театр «Кукол» в социальных сетях также транслирует спектакли, но помимо этого проводят еще и различные онлайн-платформы. Например, одной из самых полюбившихся сейчас платформ является «Любимые сказки», где актеры читают сказочные произведения для наших маленьких жителей. Тюменская филармония открыла на социальной сети ВКонтакте также программу «Филармония на дому», где показываются концертные программы, в том числе и фестиваль Дениса Мацуева, трансляции концертных программ нашего Тюменского филармонического оркестра, хоровой капеллы, танцевального коллектива «Зори Тюмени». Очень активную культурную жизнь ведет Тюменская областная научная библиотека имени Венделеева. Сейчас они запустили такой проект, который называется «Читаем 100 НБ». Каждый житель может разместить информацию о той книге, которую он читает, и представить в своем посте цитаты из этой книги. Мне кажется, что сейчас очень благоприятный период вообще для чтения книг, как раз именно тех, о которых мы когда-то мечтали, и у нас на это не находилось времени. И также библиотека запустила акцию к нашему самому великому празднику — 75-летию Победы. Называется она «Строки о войне», в результате которой будет создан видеоролик, где каждый участвующий в акции будет читать строки знаменитой поэмы Александра Твардовского «Василий Теркин». Отдельно мне хотелось бы рассказать и о музейных проектах, потому что все музеи нашей Тюменской области ушли в онлайн-контент. Они показывают экскурсии, проводят различные акции, мастер-классы. Например, музей Словцова создал новую рубрику, называется она «Карантина рубрика», где взяты самые известные художественные произведения, и они сейчас созданы в формате современного аналога в другой ипостаси. Очень интересная акция запущена нашим мультимедийным музеем «Россия. Моя история». Называется «Музей в тапках», и эта акция вышла уже на федеральный уровень. Суть этой акции заключается в том, что в каждом доме, в каждой семье есть предметы или предметный ряд, которые очень дороги для этой семьи, но они имеют свою историю или легенду, и предлагается создать видеоролик примерно длительностью одной минуты и выставить ее в Инстаграме с хэштегом «Россия. Моя история» и «Музей в тапках». По результатам этого будут отобраны самые лучшие проекты, и создана мультимедийная выставка «Россия. Моя история», но это будет уже по окончании карантинных мероприятий. Все это делается для того, чтобы наши жители с удовольствием оставались дома. Хотелось бы отдельно сказать и о детских школах искусств, потому что им тоже впервые пришлось выйти в онлайн-режим. Дистанционное обучение осуществляют сейчас абсолютно все детские школы искусств. Изначально за это взялись молодые преподаватели, они проанализировали все возможные программы, которые можно будет создать в онлайн-режиме, и сейчас уже создали свои группы, транслируют видеоуроки, а также общаются напрямую со своими учениками, контролируя исполнение их домашних заданий. И, пользуясь случаем, я, конечно же, призываю оставаться наших жителей дома. Пока вы сидите дома, культурные учреждения будут продолжать для вас сформировать интересный и познавательный онлайн-контент.